Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы с вами снова серия на проекте Amazon Replay, пацаны вышло новое обновление, которое мы сегодня посмотрим, да скорее всего я поздно записываю данную серию, потому что у меня сломались наушники, но я купил уже новые наушники, получаются такие же самые, как у меня были, все работает отлично, поэтому я для вас записываю данную серию, также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что возможно, либо сегодня, либо завтра я уеду в деревню, буду там снимать стримы, делать сторисы, фоточки, поэтому всем советую подписаться на мой инстаграм, ссылочка есть в описании под видео, также не забывайте уйти в мой промокод, пишите вместе капсулам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Мазинку Replay, желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита, ну что ж пацаны, первое что бы я хотел вам показать это новые настройки, вот нажимаем настройки, настройки дисплея, и здесь теперь можно выключить ограничение кадра, чтобы у вас было больше фпс, также появились новые настройки, нажимаем далее, и здесь можно настроить дальность прорисовки, дальность тумана, эффекты, постобработку можно настроить, также тени, если это все выключить, то получается будет много у вас фпс, это для слабых компуктеров, вот я нажал, у меня 103 фпс, 113 даже фпс, вот 117, но как бы у меня комп не очень в принципе слабый, поэтому можно настройки сделать, я думаю нормальные, ну а дальность прорисовки и дальность тумана, я думаю вы тоже понимаете, что это так, и так, что еще нового появилось пацаны, появился новый шрифт, везде абсолютно, на спидометре, на карте, на деньгах, новый шрифт появился, который очень хорошо выглядит, и который мне нравится, также появилась новая панель ежедневных заданий, поэтому давайте посмотрим, вот такая вот панель большая открывается на букву I, по-моему, английская, и здесь нужно выполнить 3 раза задание, и получить за это награду, но какая награда, честно, я даже не представляю, вот у нас здесь получается заработать дайвером, нужно потом привезти одежду в магазин одежды, и сыграть в Орел Решка, я сейчас этим заниматься не буду, но в дальнейшем, я думаю, мы это в принципе проверим и посмотрим, ну что ж, вот это данный автомобиль, Lamborghini Aventador SPJ, который стоит 25 миллионов, аренда его стоит 10 тысяч, давайте возьмем в аренду, на нем покатаемся, я конечно на нем уже ездил, но давайте я вам покажу именно на видосе, как вообще эта машина рулится, как она едет, добавили, кстати, немало машин, новые машины, по-моему, DPS, добавили автобусы, перекрасили, в автосалоны добавили несколько машин, добавили еще Toyota Supra новая, но я вам ее показывать не буду, потому что она едет хреново, она мне не понравилась, я уже на ней ездил, но я вам зато покажу BMW новую добавили, но мотоцикл только, а не машину, бля, ну конечно, эта машина вообще не управляема, вот эта Lamborghini, как бы да, внешне она, конечно, очень красивая, я это не отрицаю, но по управлению это просто кусок говна, я вам серьезно говорю, она по управлению очень похожа на Bugatti, либо на Lamborghini Huracan, вот очень похожа по управлению на эти машины, потому что на скорости она вообще не рулится, ее просто начинают заносить, не, она заднеприводная, хотя в реальной жизни она полноприводная, поэтому, пацаны, как бы, такое себе, знаете, вроде бы хорошая такая машина внешне, стоит приличных денег, но управление у нее очень плохое, возможно, в будущем все это изменят, потому что на данный момент я бы не советовал вам эту машину покупать, разве что из-за внешки ее купить и просто немедленно ездить, потому что быстро на ней передвигаться вообще неудобно, вот у нас, получается, спереди багажника, мотор у нас сзади, ну, вроде бы хорошо все проработано, там, мотор хорошо видно, трубочки всякие, моделька вроде бы качественная, кстати, никто не ожидал, что ее добавят, добавили, пацаны, еще несколько мотоциклов, это BMW 1000 RR, Dugati добавили, добавили еще Yamaha и Harley Davidson добавили мотоцикл, но я вам покажу только вот этот мотоцикл, вот мне интересно, почему аренда Хуракана, точнее, Вентадора стоит 10 тысяч, а аренда мотоцикла BMW стоит 54 тысячи, мне кажется, что-то немножко перепутали, потому что должно быть немножко наоборот, потому что мотоцикл стоит 4 миллиона, а машина 125 миллионов, но почему-то аренда мотоцикла намного дороже, чем аренда суперкара, даже гиперкара, я бы сказал, ладно, в принципе, пофиг, поехали в Южный, там уже автослон Мерседес есть, и там посмотрим уже новую Ешку, и, возможно, добавили еще новый Елик, но я точно, пацаны, не знаю, как бы Елик новый показывали 4 на 4, но не факт то, что его добавили именно в автослон, его могли добавить просто в игру, но в автослоне его не будет, возможно, его добавят просто потом в рулетку, но что я могу сказать про мотоцикл, внешне он очень симпатичный, намного симпатичнее, чем Dugati, и, скорее всего, вместо Dugati вот именно эту бэху и поставили, мотик реально очень симпатичный, все так проработано, все красиво выглядит, и мне вот этот мотоцикл, намного больше нравится, чем, получается, была Dugati, поэтому поехали сейчас в автослон Мерседес, и уже дотестим новую Ешку, и, возможно, еще какие-то новые машины, потому что списка, пацаны, нету обновлений, вот для меня самое интересное, пацаны, это система рейдов, которую я еще не видел, и вот новые машины, вот это для меня самое интересное в обновлении, систему рейдов, пацаны, я не знаю, смогу ли я вам показать, в этой серии, скорее всего, нет, но потом, когда-то обязательно я вам ее покажу, запишу отдельное видео. Такулину крашит, блядь, все, забегаем в автослон, давайте посмотрим новые машины, ну, вроде бы, только Ешку добавили, и Елик, возможно, вот, пацан, новая Ешка, стоит она 12 миллионов, ну, цена, конечно, такая, нормально, да? Елик 4х4, автослон не добавили, к сожалению, ну, в принципе, ладно, ничего страшного, давайте хотя бы затестируем Ешку, ну, вроде бы, как она тоже такая неуправляемая, ебать ее заносит, вы что, ебнутые? Ну, внешне, блин, она мне не особо нравится, капец ее жестко носит, пацаны, это просто жесть, почему они так плохо настроили машину, я вот не понимаю, да, типа, она дрифтит, но, блин, она неуправляемая, Ешка должна быть управляемая, а эта Ешка вообще неуправляемая, сделали бы управление, как на старой Ешке, но максималку побольше было бы заебись, а вот в таком виде, мне она вообще не нравится, смотрите, я просто газ даю, все, пиздец, ее понесло, реально, ее очень сильно носит, просто. Управление, что у Вентодора, что у этого Мерседеса очень плохое, мне оно вообще не нравится. Да ебаный забор, сука, блядь, кто его нахуй поставил, блядь, пиздец, блядь, я не могу забор перепрыгнуть, я просто в ахуе, зачем такой высокий забор делать? Они тут, короче, пытаются петь, но что-то не особо получается. Вроде бы еще где-то бабки можно пожертвовать, да, пожертвовать деньги можно. Тут вот так вот сцена выглядит, в принципе, она закрыта сейчас. Не, ну прикольно, конечно, ну, я думаю, вряд ли кто-то будет постановить им заниматься, Просто это новое обновление, и поэтому люди, типа, им так интересно этим заниматься. Но была бы это вообще охуенная обнова, здесь бы было много больше людей, чем сейчас. Поэтому давайте пожертвуем, короче, им деньги. Так, 500 тысяч, давайте пожертвуем деньги. В принципе, пусть пацаны поют, пусть развлекаются, я думаю, 400 тысяч им нормально. Пусть пацаны, как бы, зарабатывают бабосики. И как заработок, это, конечно, прикольно. Сейчас я, пацаны, вам покажу новую систему убийства, то, что можно воскресить человека, как бы, он не сразу умирает. Но оно работает хотя бы, типа, смотри, ты будешь, типа, в коме лежать, а я смогу тебя воскресить, да, получается? Блин, ты не понял, я тебя должен убить, понял? Вот. А как тебя теперь вылечить? Ну, типа, как система вот эта работает, типа, ты человека убиваешь, потом его можешь воскресить. Я просто хочу проверить эту херню, я не знаю как. О, я нашел. Вот, типа, как можно вылететь. Так, и что мне нажимать? И что делать? Я не знаю. К, нажимайте альт, чтобы восстановить. Так, Б, левый альт, да, получается? Так я нажимаю левый альт. О, я тебя спас. Нихуя себе. Вот это прикольно. Сорян, Владик, просто, ну, на нем сработало, а тебе не сработало. Коль, вот это прикольно, пацаны, кстати. Надо звук, блядь, обратно выключить, потому что я привык играть без звуков. Нормальные пацаны играют без звуков. Ну, и последнее обновление, которое я бы хотел вам показать. Это очень полезное обновление. Заходим на чекпоинт, и здесь у нас есть разные функции. Можно избавиться от розыска, от свидетелей. Купить бомбу, купить семена марихуаны, купить псевдоэфедрина, какого-то, блядь, непонятного. И можно, самое главное, информация о владельце госномера. Вот, допустим, давайте забьем какой-то номер, который нам интересен. Вот мне интересен номер, допустим, 3В3 восьмерки, да? И мы можем пробить, как бы, за 200 тысяч. Но у нас-то не получилось, хорошо. Окей, давайте еще раз попробуем. Блядь, у меня сейчас бабки закончатся, конечно. И еще раз не получилось, хорошо. Ну, короче, думаю, суть вы поняли. То, что вы можете посмотреть номера, у кого они сейчас находятся. Вот, вы платите 200 тысяч, и тут, как бы, 50 на 50. Вам может показать, либо не может. У меня два раза, как бы, не сработало. А больше бабки я тратить особо не хочу. Но, думаю, смысл вы, в принципе, поняли.